Добрый вечер! Сегодня у нас третье интервью идет с Хасаем Алиевым про методику ключ. Привет-привет! Мне так приятно тебя видеть, тем более, что я посмотрел, как ты профессионально все делаешь, работаешь. Я хочу поблагодарить тебя и нашу аудиторию, потому что я смотрю, что они там лайкают. Это как замечательно. Значит, школа наша развивается. Спасибо, друзья. Я что заметил, даже за сутки, полторы сутки, больше ста подписчиков уже появилось в ютубе. А это важно, да? Это очень важно. И за сутки более тысячи просмотров даже добавил на вашем ютуб-канале. За сутки. Ну, отлично. Скоро нас будет смотреть вся планета. Да. И плюс еще то, что попросили лайки поставить. Планета умных людей, которые почемушки, которых интересует, что, как устроено, как человек устроен, как устроен его организм, как совершать изобретение, как снимать стресс, как регулировать напряжение, да? Да. Отлично. Так. И у нас сегодня, вот, на повестке дня будут такие вот вопросы, чем методика ключа отличается от гипноза, аути-тренинга, НЛП и некоторые бонусы будут, которые мы чуть в конце будем добавлять. Правильно? Давай, я отвечу на эти вопросы. Да. И я также призываю то, что спасибо за то, что лайки поставили, комментировали. Мне даже сегодня со своего родного города написали, говорят, о, Алексей, говорит, мы тебя увидели. А, я тебя увидел, то, что с Касаем Алием начали интервью вести. Говорят, давай встретимся с тобой на днях. Вот такое было прям. Ну, ты посмотри, ну, молодцы. Да. И давайте, вот начнем. И сегодня начнем с нашей новой любимой традиции. Какая у вас любимая картиночка? У нас уже традиция есть, да? Ну, какая традиция? Да. Картина. Картина, картина. Ваше любимое творчество. А, ты хочешь, чтобы я тебе какую-нибудь картину показал? Да. Мне охота еще увидеть. Живую картину. Вот фотографии вы мне присылали, так и... А я хочу прям живую их видеть сейчас. Слушай, а я даже не готов. Ну, ладно, я тебе покажу какую-нибудь картину. Давай. Еще посмотрят. Да. Покажу, покажу. У меня же есть хорошие картинки. Потому что вот через творчество, когда человек творит, у него просто это в потоке все идет. Вот смотрите, какое. Слушай, короче говоря, мой друг Алмаз подарил мне полгода назад картину. Это была здесь девушка. Вот это вот. А здесь были крылья. Были крылья. 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 Ну да. Это ты не удивляйся. Это я просто взял потом. Сколько это было у него. Как бы он первый раз в жизни пошел в какую-то студию. Там рассказывали, как рисовать. Он взрослый человек. И он там намалевал, его похвалили. И он пришел мне и говорит, слушай, я тебе хочу настроение поднять. Хочу подарить тебе свою новую, первую картину в жизни. От тебя сниму носа, что надо рисовать. Я говорю, хорошо. Я смотрю вот это. Вот здесь крылья, крылья. А эта девушка, она не такая была. Она была проще, проще, проще. Короче говоря, он ушел. Я смотрел на нее. Смотрел. С одной стороны, мне было так приятно, что мой дорогой друг Алмаз подарил мне первое свое произведение. А с другой стороны, я вижу, что недоработки. И взял картину. Нарисовал самого Алмаза. Потому что я подумал, Алмаз придет в следующий раз увидеть, что я его картину испортил. Поэтому я вместо того, чтобы испортил, я ее улучшил. Я взял, нарисовал одним движением Алмаза. Девушку сделал такую витажчивую. А здесь сделал окно, а здесь звездочки. За 15 минут. И получился шедевр. А теперь Алмаз придет, скажет, отдай мне ее. Я скажу, слушай, я же не могу. Ты понимаешь, в чем дело? Значит, шедевр теперь. Это очень шедевр. Ну, смотри. Теперь я ему скажу, Алмаз, дорогой мой. Ну, ты же здесь есть, поэтому ты не обижайся. Я же тебя нарисовал. Ну, да. Я ему подарю фотографию. Да? Фотографию. Да. А вот прямо Алмаз прямо, видишь, какой-то. А какая девушка. Ох, он. Это вот вас есть. Какие крылья. Крылья остались, вот кусочек крылья. Как фея, да? Да. И получилось у нас с Алмазом коллективное творчество. Алмазная фея. Алмазная фея, да. Честное слово, да. Ну, ты хотел посмотреть что-то, я тебе показал. А сколько вот сейчас на данный момент картина у вас нарисована? В каких странах у вас есть уже картина? Я рисую больше 20 лет. Я рисовать никогда не умел. Я в прошлый раз говорил, я сам открыл вся способность рисовать. Оказывается, каждый человек может рисовать, просто он об этом не знает. Каждый человек может петь, просто он об этом не знает. Каждый человек может водить машину лучше, чем он водит. Он об этом не знает. А снимая зажатости, шаблоны мышления и так далее с помощью ключа, воскрепощаясь, снимаясь эти все зажимы здесь в голове и в теле, человек может то же самое, что он делал раньше, и делать гораздо лучше. Гораздо лучше. Это вообще-то социальный лифт для любого человека. Вот, допустим, человек хоккеем занимается, а теперь он 3-4 занятия проходит по ключу, и лучше в хоккей играет. Или обучается иностранному языку. 3-4 занятия пошел, прокручивал. Лучше обучается иностранному языку. Во всех областях. Я даже вот слышал тоже, по методике ключ, тоже вот один парнишка, риэлтор в Сочи, из-за того, что он стресс-зажатость тоже снял, внедрил новые навыки, и он за один месяц... Это я машу своим друзьям, которые будут смотреть. Да, и то, что он увеличил продажи на 15-20 раз. Именно. А там квартира очень хорошо. Такие же комиссии платятся, как в Москве, как в Питере. Вот такие вот. Очень хорошая продажа увеличила, благодаря стресс-зажатости снял и внедрил новые навыки. Ну, это естественно, я же говорил, что у меня много миллионеров, которых я знаю лично. Я знаю психологию, как они становятся миллионерами. И поэтому могу другого человека тоже как бы поднастроить на эту психологию. Это я могу, но вообще-то я больше люблю обучать людей тому, чтобы они сами себя настраивали. Ну, все. Мы, значит, вернемся к вопросам. Так, первый вопрос это будет, чем методика ключ именно отличается от гипноза? Во-первых, я тебе хочу сказать сразу. Очень много людей, вот за сколько лет я работаю, у меня же школа большая. Некоторые люди, просто не зная до конца, что такое, не пройдя у меня, не пройдя у моих специалистов, которые мной подготовлены обучение, начинают других учить. Вот это такая вещь, которая вообще-то, ну, неправильно это делать, потому что там главное, главное, техника безопасности. Там главная техника безопасности, которую я даю непосредственно человеку, которого я готовлю как инструктора, как специалиста. Я ему даю сначала технику безопасности. А так как они берут в интернете, в книжках там, переписывают там, додумывают, сами доизобретают, ради Бога, применяйте как хотите. Но я за это не могу нести ответственности. Я же не могу ходить за вами проверять. Я же вам еще раз, еще раз объясняю, вы должны знать технику безопасности, а это может знать только человек, который лично у меня проходит подготовку как специалист, как инструктор. А иначе он напорится на неприятности. Там много неприятностей, когда человек не знает технику безопасности. Это как в любом деле, не лезь на стол без перчаток, убьешь, правильно, поток, не бери лампу. Ну, это же такая вещь, метод серьезный, очень серьезный, он очень простой, и в то же время он, вот ты мне задал программу, повестку, что мы сегодня будем обсуждать, аутотренинг, гипноз, там НОП, там александрский гипноз, чем это отличается, ключ. Я тебе поэтому говорю, что он простой, поэтому многие люди, прочитав книги, увидев у кого-то, увидев в роликах, потому что после того, как я придумал ключ, и 40 лет его преподаю, естественно, и по телевидению центральному, и в книгах, и в журналах во многих, и в газетах, и в газетах «Правда» писал об этом еще, какие годы назад, социалистической индустрии, какие годы назад, ты понимаешь, да? Да. 20 книг у меня и так далее, и мои ученики, и детективы, и прочие десятые пишут, и там ключ, ключ, ключ. Я хочу сказать, что многие, многие берут, и я просто на всякий случай, потому что я с этим постоянно сталкиваюсь. А я, говорит, хочу ваш ключ применить для того, чтобы сборную по баскетболу в России обучать. Я говорю, слушай, ну обучай, только ты бери, бери то, что для личного использования, пожалуйста, пожалуйста, бери, применяй. Не, я хочу как тренер их обучать. Ну тогда тебе же надо подготовку пройти, ты же технику безопасности не делаешь. Да. Ну вот я специально это сказал, пользуюсь моментом. Так, а потом, чем отличается методика ключ от NLP? Да, NLP, нейролегуистическое программирование, они создали NLP, там, Бендер и еще кто-то. Правда, что такое, что-то я помню. Да, 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 ну это можно легко узнать в Википедии. Да. А наблюдая за Эриксоном, Эриксон величайший человек, величайший человек, занимался психотерапией, и он обучал людей погружаться в трансовое состояние, даже часто не говоря об этом, что они в транс погружаются. Просто он с ними беседовал, он говорил метафорами, он просил их вспомнить какое-то событие в жизни, они погружались, да? И у него был такой прием, как левитация руки. Левитация руки. Он там внушал такое, представьте, что ваша рука поднимается, что она отрывается от стола, она становится легкой, легкой, она поднимается, поднимается. Этот прием назвали эриксонянском гипнозе, левитацией руки. И поэтому стали этим приемом, потом, когда СССР уже стал Россией, когда открылись границы, и мы все узнали, что такое есть левитация руки и так далее. Раньше же ничего не знали, кроме аутотренинга и гипноза. А потом появился Эриксон, и, короче говоря, все стали, подражая Эриксону, тоже создавать левитацию руки. И ко мне в гости приехал в Махачкале, я был основателем Центра Саморегуляции Чеха, Хомо Катурус. Из 70 городов приезжали врачи и психологи, у меня проходили подготовку в Махачкале. И приехал Алексей Сидников, который привез в СССР НЛП. И он у меня там, когда был в Махачкале, когда он делал эту левитацию руки, я ему сказал, внимание, внимание, сейчас очень важный момент. А если, говорю, рука так не идет, то можно сделать, чтобы так шла. А если так не идет, то можно сделать, чтобы так шла. Потому что у нас стратегический уровень выше. Мы вместо шаблонного повторения того, что делал Эриксон, потому что все повторяли по Эриксону левитацию руки во всем, во всех книгах, во всем интернете, везде. А я предложил ключ. Подбор путем перебора по критерию скорости автоматизации начатого действия. Вот так делаешь, так пошло быстро. Значит, это тебе подходит. Вот так делаешь, так пошло быстро. Это тебе подходит. Делаешь вот так вот. Делаешь палец. Это же я придумал. Подбор приемов путем перебора по скорости автоматизации начатого действия. Такого критерия по скорости автоматизации иначе этого действия до меня в мире вообще не было. Потому что этот ключ он создан между Западом и Востоком. А человеком, который родился между Западом и Востоком. Я же родился на Кавказе. Да, Дагестан, это самая точка между Западом и Востоком. А тем вот она отличается. А тема вот так отличается именно? А тема отличается, что если... Запад у Востока и у нас. Чем отличается? Потому что Запад развивается в направлении бокса, например. А Восток развивался в направлении медитации. То есть Восток занимался внутренним состоянием. А Запад занимался внешним действием. Физически. А мы как душа, да? Это две свободы. Это две свободы. Свобода внешняя. Физика. Потому что Западный человек, когда говорят летать, он имеет в виду на самолете. А когда Восточный человек говорит летать, он имеет в виду внутри себя. Это внешняя, внутренняя свободы. Это совершенно две разные категории. Поэтому Киплин говорил, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И они им никогда не сойтись. А Юг от Севера чем отличается? Это немножко разные вещи. Я говорил о Западе как ментальности. Первичности, первичности, ценности. Для Запада ценности ментальные, материальные. Да, я понимаю. Это тело, это внешняя свобода. Это купить, продать, быть независимым, имеется в виду мой дом, моя крепость. Это ментальность такая, материальная свобода. А для Востока, первичность, свободы. Духовная. Свобода внутренняя. Да. Это идеалы, это идеалы, это чувство внутренней свободы, это парение, это лёгкость, это душа. Но Запад же никогда душой не занимался, Западу тогда было сколько лет. А Восток занимался душой всегда, потому что Восток это спрессованное в сотни тысячелетий. Запада вообще тогда не было. Там Колумб открыл, да? Это мы же географию знаем настолько. А на самом деле там оно ещё больше. Ну да конечно, конечно, ну конечно. Так. Ну, конечно, Бог запад и восток. Дело в том, что я как раз родился в Дагестане между Западом и Востоком. Многонациональная республика Дагестана. Поэтому у меня никакой нету межнациональной, как тебе сказать, избирательности. Для меня и китайцы, и японцы, и индийцы, и аварцы, и лизгины, и лахцы, и русские. Все люди, 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 человеки, которые имеют ум, душу, тело, а метод Ключ соединяет всё в целостность. Целостность. Да. Согласен. И такой у нас такой ауто-тренинг. Чем она отличается от методика Ключ от ауто-тренинга? Ауто-тренинг создал Шульц ещё в 30-е годы. В 30-е годы он видел, что гипноз многое даёт. Под гипнозом если человеку скажи прыгай, он прыгает, он может забор высокий прыгать. И он хотел создать систему. Шульц хотел создать систему, чтобы человек так мог бы сам управлять своим состоянием без зависимости и помощи гипнотизера. Но Шульц положил человека в расслабленном положении или в позу Кучера, чтобы дать ему расслабиться, испытать это состояние внутренней свободы и пошёл по такому пути, что превратил ауто-тренинг в расслабление. Не в свободу, не в свободу, а в расслабление, в удобной пассивной позе, когда нет шума, когда нет никаких раздражителей, когда тишина, чтобы человек мог расслабиться. Так получилось у него, потому что он, когда изучал ауто-тренинг, что человек испытывает в гипнозе, он обратил внимание на комфортность, теплота и тяжесть. Он на это обратил внимание. Люди были под гипнозом, он их спрашивает, что ты там чувствовал. Он так задавал вопрос, тут как задашь вопрос, только ответ получишь. Он задавал вопрос, они говорят, комфортность. Но он стал создавать комфортность. Ну, люди, которые проходят ауто-тренинг и научаются ауто-тренингу, потом в конечном счёте могут это состояние вызывать не только лёжа, не только сидя. Они могут и в самолёте, и в поезде, и во время бега вызывать. Но для этого им приходится большой путь пройти по ауто-тренингу. Да. Но я изучал, почему вот ауто-тренинг не у всех работает, и почему гипноз не у всех работает. Оказалось, зажатость, зажатость мешает, зажимы мешают. Я научил столько гипнотизёров, я научил столько людей ауто-тренингом заниматься, медитацией заниматься, альфа-состоянием и всякими другими вещами. Квантовыми переходами. Почему? Потому что я сказал, слушайте, если вы чем-то занимаетесь, ради Бога занимайтесь. Но если вам что-то мешает, в первую очередь вам мешает зажатость. Поэтому сделайте перед любым своим занятием раскрепощающие действия, снимите зажимы. А потом настраивайтесь, кто хочет, на гипноз свой, принять от психотерапевта какие-то внушения. Кто хочет на ауто-тренинг, кто хочет на изучение иностранного языка, кто хочет на изучение бухгалтерского учёта. На что вы хотите настроиться, это и получился ключ. Снять зажимы, снять зажатость, освободиться от стереотипов мышления, от страхов, от шаблонов, выйти на состояние свободного сознания. Или гармонизация тела, души, разума. Да, гармонию души и тела, ума, души и тела. Соединить. Да, соединить. Направление тела, которое ты хочешь делать. Хочешь отдыхать – отдыхай, хочешь настроиться на работу – настроиться. Просто у некоторых людей нет достаточной компетенции. Они же не занимаются этим специально, чтобы понять, кому нужно для этого одно занятие, кому нужно три занятия, кому нужно два занятия. А это и есть важное. Это и есть важное. Поэтому некоторые люди говорят, я этим пользуюсь. Слушай, спасибо тебе, брат, я этим пользуюсь. Ты знаешь, я, говорит, себе и на богатство сделал, и в физический момент с ног на ноги встал. Там у меня долги были, я расплатился. Дай мне что-нибудь ещё. Я говорю, слушай, ну ты пользуйся этим. Ну я хочу уровень цели поднять. Ну тогда я с ним начинаю заниматься, как это называется, коуч. Коуч. Это одно и то же, это из психологическая поддержка. Ну там стратегии немножко разные. Если в обычной психотерапии у тебя мотивируют на то, что ты восстановишься, а в коуче как раз таки мотивация идёт на то, что ты станешь ещё выше. То есть там тебе предлагают вспомнить лучшие события твоего жизненного подвига, когда ты победил, когда ты там сделал лучшие свои открытия. И ты когда это вспоминаешь, ты подтягиваешься на более высокую степень. Потому что обычная традиционная психотерапия старая. Она изъямы вытаскивает человека. А эта коуча, она ему является трамплиментом. Я понимаю? Я понимаю. А если вот этот, вот если вот он его подымает вот наверх. Я такой прям, можно такой вопрос задать? Потому что это очень важно. Потому что у него есть старая программа, минусовская. А он ещё плюс. Потому что, если я правильно доношу вещи, когда он его поднял на уровень выше, плюс и минус у него соединил. И именно в этот момент надо ещё ключ применять, чтобы минусовский убрать. Правильно? Стресс-напряжение. Ну да, ну конечно. Но надо убирать то, что мешает, двигаться вперёд. А как же? Потому что у него плюсы... Задай по-другому. Задай. Вот смотри, смотри, смотри. Внимание. Внимание для всех аудиторий. Я придумал лучшую пословицу для общения. Мы не живём друг у друга в головах. Поэтому я очень дотошный специалист. Я вот хочу уточнить, что ты под этим подразумеваешь. Задай мне ещё раз этот вопрос, чтобы я понял, правильно я тебя понял или нет. Да. Люди не умеют общаться, а они думают, что они поняли. На самом деле у них вопросы остались какие-то, они раскрытили. Он понял по-своему. Мы не живём... Запомните все, друзья. Мы не живём друг у друга в головах. Да. Поэтому не надейтесь, что с одной вашей фразой вас хорошо все поняли. Потому что каждый понял это по-своему. Так начальник приглашает бригаду. Там всем раздаёт задания. Или директор завода. Или там компании. Задания всем дал. Все поняли. Все поняли. Через месяц встречаются. Каждый сделал по-своему. Да. Надо же уточнять. Поэтому великими становятся только почемочки. Почемочки с детства. Вот почему нельзя родители, чтобы они знали. Никогда не отмахивайтесь от вопросов детей. Не вышибайте из них вот это желание почемочки. Потому что только почемочки становятся великими. Да. Только почемочки. Потому что если вы у него вырубите несколько раз желание спрашивать. Например. Он спрашивает. А ты ему. Отстань от меня. Времени нет. Вот. Ну найди какой-нибудь способ. Ну какой-нибудь способ. Ну скажи через пять минут. Ну что-то такое придумай. Ну не выбивай у него вот это. Потому что если ты у него это не будешь выбивать. Он будет развиваться. Он будет расцветать. Он станет крепко на ноги. А если ты будешь выбивать. Ты из него делаешь марионетку. Он потом будет вынужден подвизываться. Подстилаться. Прогибаться. Часто болеть. Часто плакать. И не понимать почему у него что происходит. Потому что нельзя вырубать у человека человеческую природу. Homo sapiens. Человек разумный. А разум только на сравнении. Только на любознательности. Другого разума не бывает. Разумный. Это значит мыслящий. А мыслящий. Это значит сомневающийся. Сравнивающий. Сопоставляющий. Вот это нужно у человека лелеять. И востребовать. Когда он больше задает вопросов. Надо говорить. Какой ты молодец. Какие у тебя вопросы. А если ты не знаешь как на них ответить. Ну скажи я сейчас не могу. Я там потом тебе отвечу. Еще все. Но это святое. Не вырубать. Это очень важно. Потому что только почемучки становятся великими. И мы не живем друг у друга в головах. Поэтому я тебе задаю еще раз этот вопрос. Что ты под этим вопросом подразумевал? Плюс и минус. Вот это. Я так скажу. Плюс и минус. А примерно. Я возьму вот пример. Вот. 100 рублей. Да. 100 рублей. Я так буду говорить. И я когда-то. И я когда-то. Ну как сказать. Я когда-то хотел. кто-то. Вот. Вопросы доносить примерами. Молодец. Давай. Так. Так. Вот. Давайте возьмем. Я петь начал. Петь. Петь. Да. Петь. Я когда-то. В детстве. Хотел петь. Но мне ее. Как говорится. Я хотел. Нет. Я не хотел петь. Но мне заставили ее петь. Я так. Возьму. Но когда я стал. Взрослым. Мне вообще это не хотелось сделать. Я начал караоке петь. Но я ее не хочу петь. Так. Вот. Или я. Или по-другому как-то вопрос задать. Я вот. Я еще такое. Прямо вот это. Что можно сделать. Давай. Вот. Формулировать вопрос. Это очень важно. Это очень важно. Потому что вот это. Сейчас. Я сейчас пример возьму. У меня есть эти примеры. Мне в том числе что-то это. Вот оно как. Общение. Я ее вытащить хочу. Вы с тобой сейчас продемонстрировали. Да. Вот это общение. Вот эти правила. Чтобы все понимали. Мой сын Олен. У него сегодня день рождения. Да. Да. Вот. В детстве он сказал такую вещь. Замечательно. Папа. Люди если бы понимали друг друга. И проблем бы не было. Да. У нас же столько непонимания друг друга происходит. У нас столько. Люди повторяют за авторитетами какие-то вещи. Им кажется что они это поняли. На самом деле они даже вот. Чтобы понять надо же вопрос сформулировать. Да. Чтобы я тебя понял. Я же специалист профессиональный. Я поэтому говорю. Ну-ка сформулируй мне этот вопрос по-другому. Чтобы я тебя лучше понял. Угу. И ты уже не знаешь как его. Ты начинаешь искать примеры. Да. Правильно. Да. Я еще. Вот это. Плюс-минус. Индивидуальный опыт жизненный. Да. Вроде. Или другими словами. Вот я вижу хорошие вещи. Хорошие вещи. Это вот. Мне когда-то ее убили. Чтобы я ее не полюбил. Старая программа. Да. И я что не делаю к этим хорошим вещам. Вроде я все делаю в жизни. Вроде в этом. Но индивидуальный опыт у меня уводит в отрицательную сторону. То что оно уводит от богатства. Да. Как у ребенка перебили желание задавать вопросы. Да. И благодаря вот это. У него другой шаблон создали. Да. И вот благодаря вот это. Я так. И прям. То что вот это вопросы. И я уже начинаю вот это переживать. И у меня даже чувство как пора открылись. То что потери потом. Поэтому у нас есть. Во время занятия. И я тебя теперь понял. Потому что ты с разных сторон сформулировал не разными примерами. И я тебя теперь понял. Поэтому у нас есть. Ответ на все вопросы. Ответ на все вопросы. Потому что ключ метод универсальный. Например. Ты хочешь. Чтобы тебе вот это не сковывало. Старый шаблон. Твоего отношения к чему-то. Ну ты говорила. Деньги зарабатывать там. Если б тебя не сковывало. Что. Тебе вот четыре занятия. И там есть разгрузка. Одно занятие. Разгрузка. И ты все старые шаблоны убираешь. Ты освобождаешь сознание. Поле сознания. Ну как называется. Как стер всю грязь. Стер. Почистил. Освободил. Это называется. Раскрепощение. Освобождение. Обнуление. Обнуление. Ты обнулился. Ты вышел на нуль. Голова пустая. Теперь туда ты можешь положить то, что ты хочешь. Все. Понял. Все. Ну а сейчас. Это же надо показать, как это делается. Это просто когда человеку говоришь, ты понял. Он говорит, понял, понял. А на самом деле ничего не понял. Не ты, не ты. Ты понял. Ты-то знаешь ключ. Я говорю другой человек. Когда он кивает головой, понял. Потому что он же ассоциирует это с чем-то своим опытом. Да. У каждого свой опыт. У каждого свой опыт. То есть каждый понимает, как говорится, по своему опыту. Одни и те же слова люди воспринимают по-разному. Да. Поэтому истина в контексте. Надо, чтобы поговорить, чтобы понять, о чем речь идет. Я хочу, чтобы люди научились правильно разговаривать. Правильно задавать вопросы. Правильно отвечать. Чтобы они понимали, что когда они пишут какие-то комменты там в Facebook или ВКонтакте. Да. Строчку написал комменты. Чтобы он понимал, что люди не живут друг у друга в головах. Что то, что тебе очевидно, для другого человека не очевидно. Например, мне сегодня написали. Да, это здорово. Я тоже так делаю. А я читаю, не могу понять, а что он делает. А он думает, что я же понимаю это. А откуда я это понимаю? Я же не живу у него в голове. Понятно. А он думает, что я понимаю с одной строчкой. Потому что я говорю, истина в контексте. Надо написать некоторые слова, чтобы каждый человек понимал. что для того, чтобы вы поняли, надо ясно говорить. А чтобы ясно говорить, одним словом не обойдешься. Там надо несколько слов говорить. Ну, короче говоря, мы об этом еще поговорим. Да. Ну, все. У нас здесь по времени уже хватает у нас уже. Ты, наверное, хотел, чтобы я сейчас тебе ключевые приемы покажу. Ну, давай в следующий раз я покажу. В следующий раз я покажу. Во втором части, вот как раз у нас это и будет. В следующий раз. А, отлично, отлично. Во втором части. Ну, я там не буду. Там я покажу то, что уже все я сделал за эти годы. Да, 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 да. Да, да. Ну, я быстро это покажу, чтобы многим было понятно. Потому что с каждым годом ключ совершенствуется. И этому помогает моя школа. Потому что там много участников, обменивается опытом. Кажут, что это изобретает. Я горжусь нашей школой. Я всем передаю привет нашей школе. Все. Спасибо. Это. Я даже там применяю ваши. Я даже скомплектовал даже. Систему еще сделал. Из вашей системы еще системы. Что ты имеешь ввиду? А я расскажу в следующем ролике. Отлично. Отлично. Все, ладно? Всем привет. До встречи. До встречи. Так.